На российском рынке микроскоп Altami MET-2S является одним из самых доступных металлографических инвертированных микроскопов. К его неоспоримым достоинствам можно отнести такие качества, как лёгкость в использовании, надёжность, компактность и эргономичность, а также высокое качество получаемого изображения. Данный микроскоп предназначен для визуального наблюдения микроструктуры различных металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отражённом свете при прямом освещении в светлом поле. Эта модель чаще всего применяется в лабораториях предприятий металлургической и машиностроительной промышленности, а также в профессиональных и высших учебных заведениях. Инвертированная конструкция микроскопа с верхним расположением предметного стола позволяет экономить время в процессе подготовки объекта исследования, так как шлифовка требуется только с одной изучаемой стороны. Кроме того, расположение объективов микроскопа под предметным столом позволяет размещать на нём довольно габаритные объекты, при этом максимальный вес образца, на который рассчитан предметный стол, является 1 килограмм. Увеличение микроскопа в стандартной комплектации изменяется в диапазоне от 50 до 800 крат. Возможно расширение диапазона до 1600 крат. Удобная бинокулярная насадка расположена под углом в 45 градусов. Изменяемое межзрачковое расстояние и механизм компенсации диаптрийной разницы глаз пользователя дают возможность индивидуальной настройки для комфортной работы. Данный микроскоп имеет экономичный и долговечный светодиодный осветитель мощностью 3 Вт. Компактный штатив микроскопа изготовлен из отлитого под давлением алюминия и окрашен огнеупорной эмалью. В основании штатива установлены резиновые ножки для более устойчивого расположения микроскопа. МЕТ-2С имеет двухкоординатный предметный столик с коаксиально расположенными ручками управления перемещением стола. Фокусировочный механизм микроскопа имеет коаксиальные винты грубой и точной фокусировки с регулировкой жесткости хода и шагом точной фокусировки в 2 микрометра. Устанавливаем штатив на ровную поверхность. Убираем пластиковую заглушку, устанавливаем на её место бинокулярную насадку, фиксируем её положение специальным прижимным винтом и вставляем окуляры в окулярные тубусы. В стандартную комплектацию микроскопа входят окуляры с увеличением в 10 и 16 крат. С помощью ручек фокусировки поднимаем предметный стол в верхнее положение, убираем пластиковые заглушки в револьверном устройстве и вкручиваем имеющиеся объективы в посадочные гнёзда. В стандартную комплектацию микроскопа входят объективы с увеличением в 5, 10 и 50 крат. В центр предметного стола устанавливаем круглую вставку с зеркальной поверхностью к объективам микроскопа. В специальное посадочное отверстие на предметном столе устанавливаем зажим для фиксации объектов исследования. Подключаем шнур питания в гнездо на задней поверхности штатива микроскопа и включаем микроскоп в сеть питания. В комплекте с микроскопом поставляются три светофильтра – синий, серый и зелёный. Поворачиваем колесо регулировки яркости до характерного щелчка для включения освещения и продолжаем вращать его для увеличения яркости. Для получения качественного и контрастного изображения следует произвести настройку освещения. Устанавливаем на предметном столе объект исследования. Выбираем объектив с увеличением 10 крат. Открываем полевую диафрагму поворотом кольца регулировки и затем закрываем апертурную диафрагму. Если световое пятно не в центре видимого поля, то следует отцентровать диафрагму ручками центровки конденсора. Далее открываем апертурную диафрагму. Если световое пятно сформировано апертурной диафрагмы совпадает с видимым полем, значит система освещения настроена верно. В конце регулируем полевую диафрагму для улучшения контраста изображения. Устанавливаем объект исследования на предметный стол. Фиксируем его положение зажимом. Настраиваем комфортное межзрачковое расстояние на бинокулярные насадки. Для этого, взявшись за края насадки, подстраиваем положение окуляров относительно глаз, как у бинокля, и выполняем диаптрийную подстройку, чтобы компенсировать возможную разницу зрения глаз наблюдателя. Выбираем объектив с наименьшим увеличением и, наблюдая в окуляры, вращаем ручки грубой, а затем и точной фокусировки до получения резкого изображения объекта. Далее вращением револьверного устройства выбираем объектив с большим увеличением и повторяем процесс фокусировки на объекте. Если предметный столик самопроизвольно опускается под собственным весом и весом объекта исследования, то в таком случае следует отрегулировать жесткость хода фокусировки специальным кольцом. Для просмотра других областей объекта передвигаем его ручками перемещения предметного стола. Доступная цена и простота использования микроскопа Altami Med2S позволяют с успехом применять его для учебных целей в различных профильных образовательных заведениях. Исходя из этого, в списке аксессуаров нашей компании представлен уникальный набор из 25 образцов различных металлов, который будет интересен всем, кто начинает знакомиться с металлографией. Все имеющиеся образцы изготовлены в виде шлифов, запрессованных в смоленую форму, которую легко разместить и зафиксировать на предметном столе микроскопа. Более подробную информацию о составе этого набора вы сможете найти на нашем сайте, перейдя по ссылке в описании к данному видео. Подводя итог, отметим, что Altami Med2S является моделью, которая сочетает в себе все необходимые аспекты профессионального металлографического микроскопа вкупе с доступностью, высоким качеством оптики и лёгкостью в эксплуатации. Спасибо за внимание! Выбирайте Altami и следите за дальнейшими обновлениями на нашем сайте. Продолжение следует...